Обниму вас, мои любимые подписчики! Не очень я такое люблю. Добрый день, с вами Айден, и сегодня я хочу записать один челлендж. Ну, вы же все знаете о компании Каждый День. Это самая дешевая и порой некачественная, и даже невкусная продукция. Но давайте представим, что у меня есть всего три сотни. Это легко представить, ровно столько у меня и осталось. И я очень хочу сделать романтический ужин на двоих для своей девушки, которая будет полностью состоять из продукции компании Каждый День. Какая будет ее реакция, я и не буду говорить, из чего состоят те продукты, которые она будет употреблять в пищу. Она еще не пришла домой. И сможем ли мы не отравиться этим гарниром, узнаем прямо сейчас. Итак, сначала идем искать гарнир в замороженных продуктах. В ней есть выбор между замороженным резаным картофелем, картофелем с грибами, сладким перцем, гавайской смеси и мексиканской смеси. Наверное, на ней остановимся. Смотрите, даже нашел креветки, но понял, что после разморозки из 300 грамм останется от силы 50 мяса. Так что продолжаем поиски основного блюда. Ну, это точно должно быть мясо. Так, рагу по-домашнему выглядит что-то не особо аппетитно, если честно. Положим обратно. Набор для тушения. Нормально, но дороговато. И тушить слишком запарно, как по мне. Так что выбор пал на куриные ножки. Дешево и сердито. Томатный кетчуп, приправа для курицы, подсолнечное масло, пшеничный хлеб. С этим все. Теперь ищем чайный десерт. Отлично нашел черный чай с арматом клубники всего за 18 рублей. То, что надо. Хотя, постойте, есть такой же индийский, но за 9. До свидания, клубника. В чай кинем меду, чтобы разбавить этот вкус. Возьмем на пробу плитку шоколада и две упаковки печенья. Осталось заменить курицу на нормальную, и вся закупка обходится в 282 рубля. Супер. Итак, вот все наши ингредиенты. Пойдемте начинать приготовление. Ну что, первым делом займемся курицей. В принципе, я даже не знаю, чем она отличается от любой другой курицы вот такой упаковки. Тухлятиной не пахнет. Давайте возьмем, наверное, для нашего ужина, ну сколько нам достаточно будет, трех ножек. И плюс с этого ужина за 280 рублей у нас еще ровно три ножки остается куда-нибудь там на обед, допустим, в суп пустить. И сейчас нам все это нужно правильно замариновать. Пахнет почему-то корицей. Может, они перепутали просто, это какая-то сладкая приправа. Ну да ладно, высыпаем. Здесь как раз и зелень есть. Копейки стоят, можно еще вбахать чуть-чуть. Томатный кетчуп я взял самый просто дешевый. Возьмем маслица немножко подсолнечного. Рафинированного. Но я думаю, если мы это просто смешаем с курицей... Кстати, хочу заметить, она здесь с дозатором даже. Ой. И моя самая любимая рубрика, это просто все вот так вот мять. Пахнет, я вам скажу, отлично. Как будто я просто шашлык на даче намазываю. Выглядит, конечно, не очень красиво, прошу заметить. Но нам главное, чтобы было очень вкусно. Идите сюда, обниму вас, мои любимые подписчики. Оставляю все это примерно минут, наверное, на... 10-15. Пока маринуется, разогреем духовку. 180 градусов примерно. Духовка нагрелась, курица замариновалась. Раскладываем ее на противень. Вообще, это был пакет для запекания, но... Покойся с миром, курочка из Ашана. Ну и ждем минут 40, я думаю, пока все пропечется. Пока наша курица там допекается, давайте займемся нам мексиканской смесью. Берем уже использованное масло подсолнечной марки каждый день. Льем на сковородочку. Вообще, первоначально у меня была идея затушить эти овощи в мультиварке, потому что именно так получился бы диетический гарнир. Но это получится очень невкусно, учитывая в том, что я не уверен в качестве этой смеси, за такие копейки, за которые мы взяли. Будем мы это сжарить. Тут еще на две порции остается. Так, гарнир абсолютно готов. Единственное, не хватает немножко соли, но я забыл купить, она тоже есть в марке каждый день, поэтому будем без соли. Начинаю расфасовку по порциям. Давайте достанем курицу. Такс. Ну, вроде бы нормально. И сделаем, как в ресторанах, знаете, соусы, кетчупы. Типа, аль денте. Девушка с минуты на минуту уже будет в квартире, поэтому все, что нам осталось сделать, это разложить все на стол и сделать чай. А мы тем временем займемся десертной тарелкой. Я ее так называю. На десерт у нас нищебродские дешевые сахарные сливочные печенья. Приятная десертная тарелка. И, конечно, помимо основной тарелки десертной тарелки, у нас будет еще хлебная тарелка, потому что хлеб тоже марки каждый день. Мы не съедим больше, чем эта тарелка, поэтому я ее тоже кладу на наш импровизированный стол. Совсем несколько штрихов осталось для создания романтической атмосферы. Вообще на самой упаковке написано, что этот черный чай высшего сорта, привезенный из настоящей Индии. А. Раз. Два. Натуральный цветочный мед. И просто добавлю по чайной ложечке. Осталось дело за малым. Вероника! Вероника! Смотри, сначала ты должна попробовать вообще ужин, который я приготовил, потом поймешь, почему я все это снимаю на видео. Вот скрытая камера. Ммм, выглядит очень красиво. Дорого. Давай, как тебе овощи? Только честно, говори все честно. Я бы посолила. Ужин без соли. Мне, в принципе, нравится, но мне кажется, можно было бы их еще чуть-чуть подержать. Я люблю больше, чтобы было хрустящее. Попробуй курицу, пожалуйста. Вкусно. Нереально? Да, вполне. Очень необычная приправа. Островато, но на вкус и цвет. Чувствуешь, как она немножко пропитана чем-то таким томатным? Угу. Хочется просто запить эту остроту чаем. Чай тоже с сюрпризом. С чем? Пахнет прям банькой. Вот как чай после баньки настоящий, из русского самовара словно. Ну не очень я такое люблю. Ты просто, наверное, к индийским традициям не особо причастна. Это чай из Индии. Плюс, заметила ли ты, что он с медом немножко? Нет, ты заметила. Я тоже не заметил. Ты любишь сладенькое вот печенье. Здесь чуть-чуть еще шоколадочки я тут навалял. Приторно слишком. Как будто бы очень дешевое. Обижаешь. Закусим печенечечкой. Не будешь печеньем? Нет. Нормальное печенье. Готовы узнать, почему весь наш ужин я записал на видео? Есть. Как думаешь, примерно во сколько мне вот это все обошлось? Ну, рублей 700, наверное. А ты удивишься, узнав о том, что весь этот ужин нам вышел ровно в 200 рублей. Вот как на карантюшке. Просто все продукты здесь были твоей нелюбимой марки каждый день. Не, ну вот сейчас я понимаю, что она дешевле, чем продукты, которые мы обычно едим, и не такой вкусные. Это был мой эксперимент на YouTube. Можно я выгодить на свой канал? Да, думаю, можно. Спасибо. Ссылку на твой канал, Касаткино, я в описании можно оставлю? У тебя же канал появился, да? А я пошел на ту локацию, запишу еще несколько слов своим зрителям, и ты пока здесь попить чай, хорошо? Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Очень вкусный ужин. Рад, рад. Кстати, если вам понравилась идея, давайте попробуем собрать под этим видео больше 6000 лайков. Я верю, что вы сможете, и не на такое вы, собственно, способны. В таком случае я запишу еще одно видео, в котором соберу себе полноценный завтрак, состоящий из продукции компании «Каждый день». Так что подписывайся на канал, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. У меня еще есть Инстаграм, ссылка будет в описании, и паблик ВКонтакте. Именно там я отвечаю абсолютно всем, поэтому пишите личные сообщения именно паблику ВКонтакте, а не мне. Получите свой ответ в течение 15 минут, если нет, то мы вернем вам деньги. Всем пока. Да, симпровизировал.